Сиди, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Аминь. Мы начитываем, когда читаем Никита, вдвоем работаем, Василия у нас тут за режиссера, номер 8, Новый Завет, Блажебное Фетилартотолкование берем, озвучить просят, потому что слушают легче, чем считают. Пошел. 2 Петра, 1 глава, 17-18 стихи. 3 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глаз. Сей, Сын, мы возлюблены, в Которое мое благоволение, и этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. Толкование Блаженного Фетиларто. Не потому что есть какое-либо пророчество о сошедшем с неба глазе Отца, но потому что из этого глаза Отца с неба за свидетельствовавшего сыновство Иисуса Христа, мы убедились, что все открытое через пророков непререкаемо относится к тому, о ком свидетельствует Отец. А свидетельство Отца о сыновстве Господа нашего Иисуса Христа мы знаем троекратно. Одно прикрещение, Матфея 3.17, другое перед страданиями, когда сказано, и прославил, и еще прославлю, Евангелие Таана 12.28, а третье на горе Фавор, Матфея 17.5. Вот здесь даже сказать, смотрите, вот перевод какой, от велелепной славы его, нет больше, один раз употребили переводчики. Почему я стою? Абсолютно за синодальный перевод. Ни одной ошибки в нем не выискивать, их просто придумывают люди. Вот, знает пять слов, по словарю ищет и начинает старироваться. Еще дуться-то. Еврейские слова там по словарю нашел, человек начинает крещение, что означает и прочее. Переводчики были такие, каких сегодня нету. Я свидетельствую по разговору с Александром Менем. Еврей. Даже близко не сравнивал себя с ними, хотя работал с еврейским языком. Природный еврей. Чистопородный. И поэтому посмотрите, какой здесь пренебесный перевод. Велелепного гласа. И от чего это, почему. Дальше. 2 Петра 1.19. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Толкование. «Внимая, говорит, предсказанием пророков, вы не обманетесь в своей надежде, ибо в свое время они оправдаются самыми делами, которые и назвал апостол днем, продолжая переносную речь, ибо тут же сказал о светильнике, о темном месте, которое и есть ночь. Итак, когда, говорит, наступит день, то есть явление событий, тогда в сердцах ваших взойдет утренняя звезда, то есть пришествие Христова, предвозвещенное пророками, и как истинный свет осветит сердца ваши». Второе Петра, первая глава, 20-21 стихи. «Знаешь же прежде всего то, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Толкование. «Пророки понимали, что и о чем внушал им Дух пророческий, однако не так ясно и точно, как все в частности исполнилось. Посему и желали они видеть исполнение, как сказал Господь Лука 10, 24. Апостол объясняет, почему пророки не истолковывали своих изречений и одновременно показывает отличие истинного пророчества от бесовского и вымышленного. Каково и принимается у еретиков. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Это значит, пророки получают пророчество от Бога, но не как они хотят, а как действует Дух Божий. Они сознавали и уразумевали неспосылаемое им пророческое слово, но объяснения его не делали. Что пророки во время действия на них Духа Божия сознавали, что им не спосылается слово от Духа Божьего, видное с того, что они подчинялись добровольно и что хотели, то высказывали, а чего не хотели, о том умалчивали. У лжепророков не так. Они во время действия не владели сознанием, но приведенные в неистовство, как пьяные, не знали, что с ними происходило. Святые пророки, хотя и понимали, но не имели нужды изъяснять свои предсказания, как потому, что они служили другим именно там, так и для того, чтобы пришествие Господа было сокрыто и не подвергалось наветам от нечестивых. Наветов оно могло бы избежать силы Господней, но, вероятно, дело совершившегося в очеловечении показалось бы призрачным, если бы несколько раз такое избежание было способом необыкновенным. Что это истина, видно из примеров новозаветных пророков, которые пророчествовали и объясняли сами себя, хотя не все. Ибо ничего такого не следует опасаться в Новом Завете, а что пророки прорицали не в выступлении, видно и из следующего. Пророки Ветхого и Нового Завета пророчествовали одним духом, а апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 14.30, «Если другому из сидящих будет откровение, то первый молчи». Из этого ясно, что пророки добровольно пророчествовали, оставаясь в естественном состоянии. «Посему, когда вставал другой вдохновенный, прежде говорившему повелевалось молчать, чего никто не найдет в беснующихся, ибо как будет молчать тот, кто сам не знает, что делает?» Что пророках действует Дух Святой, об этом даже так же говорит апостол Павел. «Одному дается Духом слово мудрости, иному пророчество». 1 Коринфянам 12.8.10. 2 Петра, 2 глава 1, 2 стихи. Вот здесь, допустим, тоже непонятно. Первый говорит, но тот, который говорит, ему повелел Господь, говорит. А второй в это время выскакивает, а тот, кто говорит, он и не знает, что же он мысль-то должен прервать, да, прервать и сесть. Но непрерывно выскакивает. У нас был такой. Ну, просто бузатер, другого имени нет. Ну, а я откуда знаю, он от Бога или не от Бога? Ну, начинает говорить правильно. Тут через полтора предложения уже его выворачивает. А ты молчи, ты замолчи. Ну, вот это хорошее повеление тому, кто выскакивает. А кто говорит поистине, не желает правду сказать, ему-то каково. Я говорю, по делу, ты чего выскакиваешь? А тут, может быть, от Духа Божия. Значит, это не в один день узнается. Видно, что бузатер, значит, и не от Бога. Он мелит, что попало где-то, с собой не руководит. Надо все присматриваться. А так вот эти слова апостола Павла, это просто на разрушение церкви. А ты молчи. Да как не написано, кто говорит, другой священник или епископ. Епископ стал говорить, а другой выскочил и начал говорить. Тут вообще ничего нет, яролаж будет. Значит, тут тоже объяснений никакого нет. Как? Это сомнительный стих. 2 Петра, 2 глава, 1-2 стихи. Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Вот я хочу, не хочу, я поневоле думаю, это главное к православным. Ереси какие-то, не надо понимать, только что отвергается Спасителя в истинном виде. Они о Боге не говорят. Уже домой идти. Служба прошла, утомились. Священник выходит и говорит проповедь. Какое? Братья и сестры. Во-первых, сестры не говорится никогда. Вы не забывайте там, поминальники подавайте там на выходе. Это мы на этой неделе будем. Или, не забывайте, соборовать будем. Вся проповедь. Больше ничего нету. И как? От Бога ли? Да. Ко Матронушке не забывайте, сходите там, поклонитесь. Тут такой. Где искупивший Господь Иисус Христос? Искупившего Господа. Да полностью затерли, нигде не видно. Праздники иконы разные там, за мощами там стоят преклониться, прислониться. Петр Мамонов и то правильно говорит. Хоть ты залей со святой водой-то, но если ты внутри-то не с Богом, тебе не поможет это. Даже он это понимает, клоун. И это понимает. Паяц, фигляр, понимает. А эти попы не понимают. На первом месте учения Христова. Здесь поневоле так. Человек один раз ходит, где сектанты проповедуют, даже с ложью он там останется. У нас нечем его задержать-то. Я не могу против священия корейти. В начале занятий вести он против. Зачем Евангелие? Кто это позволил? Я не разрешаю. Без моего благословения нету. То есть играет благословением. Подряд гонит к причастию. Счастье, исповедуйся, причащайся. В этом время причащайся. Не о Христе речь идет, а о причастии. А со Христом вообще не связано причастие. Такое понятие. А я причащалась. Я говорю, а ты знаешь, что это кровь Христа? Какая кровь? Ну, Христос, который на голове, что попало, говорите. Наши деды причащались. Всегда было. Ну, я не говорю, не причащаться. Но надо думать. Что ты принимаешь в рот? Да я не знаю, что это было в прошлый раз. Попало в рот там, я выплюнуло. Она даже не знает, что это там такое. Она думает, что попало и таракан какой-то. Ведь безумие, безумием покрывается все. Это я говорю то, что здесь есть. Это все диакон рассказывает. Диакон, который держит потир, это, ну, плат. Потир, название какие, ложка, лжица. Ну, у людей это лжица с ложью. Сорочка, сращица. Ну, прямо не придумаешь даже. Слова-то все на русском языке, это ассоциируется, сращится. Это даже сказать нельзя. Или окормлять. Поганейшие слова. Окормлять, открой слова. Это означает перекармливать. Отравлять. Отравлять. Когда люди пьют что-то и подыхают, как в Иркутске сейчас, десятками. Дальше. Толкование. Под лжи учителями апостол, разумеет, единомышленников Николая и Керрифа. А именем пророчества, общепредаваемого и пророкам, и лжи учителям, предостерегает верующих, чтобы не принимали, не внимали лжи пророкам. Какое же различие между теми и другими? Этому научил Павел, когда сказал, что никто не называет Иисуса Господом, как только Духом Святым. 1 Коринфянам 12.3 Затем начинает обличать ересь николаитов, говоря, что они вдвойне худы. Ибо в учении они крайне нечестивы, так как хулят владыку Христа. В жизни они весьма порочны, что и теперь он выражает, упоминая об их разврате. А немного ниже объяснит еще более. Словом из любостяжания показывает, что они приобретают постыдным образом. Ибо любостяжание означает иногда несправедливость, иногда вообще гнусность приобретения. Почему прилично употреблено слово уловлять? Вот когда я считаю это по неволе, думаю о православных. У них где-то деньгами-то не гремят, как здесь. Непрерывные любостяжания везде. Свечи только, которые здесь. А свечи богомерзкие. Там всякая пакость натолканная. Глаза выедает. Они не восковые. Со своей приехал тут, кто благочинный Красноярского края, отец Александр Бургин, православный, патриархийный, там закончил академию с красным дипломом. Принес большую свечу свою, зажег, стоит рядом. Гляжу, моей свечи нету. Гляжу, ее уже скинуло, там ходит, которая в черном одета. Он тогда поднял свечу эту, зато зажег ее, затеплил, как говорят. Стоит рядом. Она-то его выстоит, как кедр ливанский. Она намного выше, толстая. И она горит ровно, а эти трещат от них, летит просто. Подходит она и опять потушила. Он тогда подошел вплотную и стоит. Когда она подошла, руку протягивает, он раз ее за руку. Ты что делаешь-то? А ну отойди. И она испугалась и отошла. А им указание дано, покупать только свои свечи, свои. Бизнес вонючий. Все продали, христопродавцы. Это я говорю не о ком-то. Теперь он в Схи, какой-то там Архимандрит или кто в Греции. Бурдин, отец Александр. Их три брата, все они священниками. А сын диаконом был. Вот как. Все на деньгах. Абсолютно все на деньгах. Только деньги, 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 деньги. Подходит к причастию, обязательно свечку положи. Деньги нельзя, свечку положи. А эти свечки накапливаются. Большая корзина. Она их сразу переносит. Здесь же, а я стою, вижу. Я работал в церкви дворником. Она их туда. Теперь она перепродает. И эту сумму теперь ему откидывает. Теперь за деньги патриарх сказал не брать деньги за крещение. А теперь добровольное пожертвование 500 рублей. Жулики. Я их посылаю работать, они воруют, как епископ Антоний нам сказал, Масендич. Жулябия. И притом ни один, ни два. Которые из этого русла выпадают. Ну, были такие, которые не хотели деньги брать. Заставят брать. Наса приехали в Грецию, и она дает ему и говорит, там, Георгий или Григорий, наша сестра верующая с Потеряевки. Это десятина. Что? Десятина, батюшка? Какая десятина? А они на десятину не хотят. Какая десятина, пенсионерки-то? А так, освещай машину, любую, полтора процента стоимости машины в карман. Каделом помахал, побрызгал, и тут же авария. Какая же это вера-то? И придумали целый каталог, как хоронить. Если просто пропели, одна цена. Пропели без пения, сказать. Там, просчитали. А если с пением, да. Дальше. Если священник выходит встречать на паперть, это совсем другое. Хор поет, еще одна цена. И это цыгане по высшему классу хородят. Почему? А деньги есть, они все будут делать. Они ему там сделали скреп, туда магнитофон поставили, телевизор. Почему их разграбляют-то где-то? Ну, посмотрите, православия-то нет никакого. Нету обмана. А патриарх Кирилл там встретился с папой, запомирали. Поминать не будем. Да что от нашего поминания? Если он святой патриарх, он будет святой. Если он садомит, будет вместе с Содомом гореть. Просто нам положено поминать, мы его поминаем. Мы не московская патриархия, русско-православная турбежная церковь. Но мы поминаем патриарха все время. И здесь о чем? Любосижание, разврат, все понимают. Уловлять будут. Вот это и есть. Сектантам теперь легко на этом уловлять. Я вижу себя православных здесь. Пусть сектанты себя увидят. За денежки. Что бы показать, что они совершенно чужды божественного учения, говорит, что они употребляют листивые слова. Но, говорит, они получат должное за свое нечестие именно смерть. 2 Петра, 2 глава, 3-9 стихи. И из любостяжания будут уловлять вас листивыми словами. Суд им давно готов. И погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блести на суд для наказания. И если не пощадил древнего первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. И если городосодомский гоморский осудивное истребление превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Толкование. Слово «давно готов» означает предведение Божие, ибо Бог по предведению как добрым приготовил благо, так и злым свойственно им место, ибо суд давно готов. Не без причины начинает апостол с верующих, более почтенных, но желает показать, что они за свои грехи повинны большему осуждению. Они имеют то преимущество, что первые призваны к апостольству, посему из-за совращения с правого пути подвергнутся большему осуждению. С намерением представив доказательства в примерах, не вывел следствие одного вида, но соединил вместе примеры и воздаяние праведникам. И ему нужно было бы сделать заключение о том, что выше предложено, то есть о грешниках, из-за которых и представлен пример, и сказать, если тех не пощадил, то ужели пощадит настоящих нечестивцев? Или утвердительно, тем более не пощадит этих. Бог умеет неизбежно наказывать без пощады живущего во грехах, как наказал ангелов согрешивших, людей предпособных, города Содомские. Вот интересно, я читаю, у Юрасова, Амбросия, другие, Бог никого не наказывает, мы сами себя наказываем. То есть показать такие льстивые, достойно ли вам припираться за Бога, когда везде говорит, Господь, я покараю вас, я убиваю вас. И здесь, говорится, неизбежно наказывать умеет, как наказал ангелов согрешивших, умеет награждать. Нет, Бог никого не наказывает. Когда написано, наказал, во гневе. Ничего не знаю. Пошли. Но не увлекся нечестием людей предпотопных, и лот немало не подражал разврату жителей Содомских. А когда они требовали на нечистоту ангелов, принятых им в виде людей как странника, он не выдал их, хотя и вытерпел весьма много обидного от наступавшей на него толпы. Второе Петра 2.10. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти и плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить высших. Ну, здесь непонятно. Когда говорят о лоте, и нигде дальше не упоминается. Ну, хорошо ли, дочери начинают отца совращать, напоили. Зачем он жил там в Содоме-то? Надо лепиться там, где есть церковь, где православные люди, где храм, где священники, где таинство. А он избрал. Авраам ему предложил избрать. Он избрал Содом. Пастбище хорошее. Состояние лота очень и очень нехорошее. И однако его дальше уже никак не осуждают. А что осуждать, когда все понятно? Разбрать еще две дочери беременны от отца. Дети есть, и кто это? Кто? Это мой отец. А тот говорит, ну, он отец и дедушка одновременно. Ну, еще ладно. Ясно, что не ладно. Я беру раньше. Дочерей-то совсем не воспитал. Если бы он был среди верующих, среди Авраама-то, никуда не ушел там. Почему он не был с ним-то? И при том даже, нигде его не осуждает ни один. А что осуждать-то? Тут и потому не говорят, чтобы язык не поганить о него. Он мучился в душе. Мучился, так и вышел бы оттуда. Жить нельзя с безбожниками. Вокруг одни пьяницы. Так и выезжай из города. Задыхаются, умирают, но не поедут в деревню. 21 тысяча деревень погублено в России. То выезжайте в деревню. Работать надо. Земля. У тебя все свое будет. Чистый воздух. Дети твои не будут пить разные там эти боярышники, то отравляться. Вот попутно сказать. Состояние ужасное. У людей это состояние лота. Лотовское. У лота еще несколько есть названий. Меры, измерения. Он говорит о проклятых Николаитах, Наосянах и Керданиянах, ибо злоба их многоименно и рассматривается слитно, как сходное по скверным делам и именам. Они представляли начатками бытия мира бездну и молчание. И некоторые из этих начатков странно называли матерями и веками. Отсюда же и Маркион взял дурные семена. Затем, отвергнув участие Господа в творении мира и промышлении, они бесстрашно вдались во всякую плотскую нечистоту. Кто желает полнее узнать об этом, тот пусть возьмет в руки книгу Иринея Кельтского, составленную о них и надписанную, кавычки открыты, против лжеименного знания, кавычки закрыты, в ней описаны грехи их, особенно развратнейшего Марка и расстреленных им женщин, и прочие гнусности, совершенные прочими, которых по их зловредности никто не сможет изложить письменно, не вспомянуть. Неудивительно, что те, которые презирают и не боятся господства, бесстрашно поведут себя и перед всякой славой. Яснее скажет об этом святой апостол Иуда Фаддей, когда поменет и о теле Моисеевым. 2 Петра 2.11 Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят над них пред Господом укоризненного суда, Апостол, как мы заметили, говорит одно и то же с апостолом Иудой, ибо и он, удерживая дерзких на язык, убеждает их этим же самым примером. Впрочем, он говорит обширнее. Иуда 1.9 Михаил Архангел не смел произнести укоризненного суда. А как дьявол причастен к некоторой славе, потому что он отчаток творения Господня, Иов 40.14, то Архангел не произнес на него укоризненного суда. Если же более достойный хулы, то есть дьявол, как причастный славе, не получил от Михаила хулы пред Господом, то весьма неразумны те, которые поспешно хулят под начальством, тогда как сами гораздо ниже достоинства ангелов. Под начальствами разумеет божественные силы, или церковные начальства, против которых они восстают, и которые они непрестанно злословят. 2 Петра, 2 глава, 12-13 стихи. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствия во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Ну вот он сам-то говорит, не осуждает, а он-то этих-то осуждает. Какими словами-то говорит? Нет, не осуждает, говорит правду. А сегодня не понимает. Сегодня только одно. Никого не судите, то есть не трожь меня, это паповская мудрость. Не судите, не выносите окончательного приговора. Другого нету. Тогда вот здесь-то сплошным осуждением идет, подряд. Здесь и те разбратники, и те разбратники, проклятый маркион. Тут-то он раздражается какими словами. Этого как будто не видят. Значит, он не это понимает, и он не считается за осуждение. Осуждение не этот смысл имеет. Дальше. Толкование. Некоторые объясняли это так. Они истребятся в растлении своем, как бессловесные животные, родившиеся естественно, то есть нисколько не различаясь от скотов, которые рождаются на одно истребление, как бессловесные животные, водимые природой, то есть живущие одной только чувственностью, а не умом и жизнью разумной. Посему они и удоволовимы для ведения по жизни растленной. Водятся и увлекаются гневом и похотью, злословят то, чего не знают, то есть со свойственным им незнанием. Почему истребятся в заслуженном ими растлении, получая возмездие за беззаконие, которое они сами приготовили себе добровольно? Полагает удовольствие во вседневной роскоши, то есть в каждодневном услаждении горла полагает истинную цель, истинное и любимое благоразумие и удовольствие. Однако, должно знать, что Священное Писание, когда порицает то, что находится в людях по естеству, то есть что присуще животным, уподобляет их бессловесным. Оно говорит, например, «человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают» Псалом 48, 13. А также «не будьте как кони-лошад» Псалом 31, 9. И еще «это откормленные кони» Еремий 5, 8. И еще «будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби» Матфея 10, 16. Писание говорит это, не переменяя природы, а только убеждая удерживаться от природных наклонностей. Когда возвещает оно что-нибудь спасительное, то подобие заимствует от высшего. Например, «будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд» Лука 6, 36. И здесь «не притворять природу, а только повелевать делать это, насколько станет силы» 2 Петра 2, 14, 16. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облегчен своим беззаконией. Бессловесная слиться, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка». Толкование. «Порядок такой. Сравняки и осквернители. Сердце их приучено к любостяжанию. То есть искусны в любостяжании, сыны проклятия, пирующие вместе с вами, имеющие глаза исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, которые и Павел назвал «женщинами, утопающими во грехах». 2 Тимофея 3,6. «А за что предлежит им в будущем веке мрак? За чрезмерную их суетность, по которой они нечистотами и плотскими похотями прельщают бывших прежде в заблуждении и искренно оставивших его возвратиться как пес на свою блевотину. Они, говорит, не имеют ничего свойственного чистоте, но пристают к чистому обществу, как пятна на чистой одежде, когда обольстят кого-нибудь и успеют сделать попавшихся в их сети мужей и жен нечистыми. Почитают это дело наслаждением, дополняя свое развращение. Они, пиршествуя с вами, делают это не по любви к общению с другими, но потому, что находят это время удобным для обольщения женщин. Ибо они, имея глаза, смотрят на что иное, как на любострасти, и непрестанно имея это в виду и греша, как сыны проклятия, прельщают у неутвержденные души. Ибо сердце их не приучено ни к чему другому, как только к любостяжанию, то есть к разврату или к корости. И через то и другое, оставив путь, который мог привести их ко спасению, они заблудились от него и подверглись тому же, что ему и Валаам, сын вассоров. Потому что и он по любви к подаркам возлюбил и награду неправедную. Валаам, получив однажды запрещение от Бога идти к Валаку, снова побуждаем был тому надменной своей страстью, которую он откармливал своим неистовым чародейством. Но обузданный страхом Божиим и страшными знамениями, бывшими во время пути, не переменил своего благословения. Слово. Слово благословения, которое было делом не чародейства. Ибо пророки сознанием произносят свои вещания. Посему-то и апостол назвал его пророком, как сознававшего, что он говорил. Ибо если бы он не сознавал своих слов, то не мог бы выбрать того, что лучше. Все. Дальше 9. Что-то не дочитал еще. И так благословно. Следующий сейчас пойдем сразу. Все, заберем.